Приветствую всех любителей вышивки, с вами Оксана Дереза. И сегодня видео о благоприятных лунных днях. Мне кажется, эта картинка, а точнее вышитая картина мною от фирмы Риолис, полнолуния, как нельзя лучше подходит для заставки данного видео в этом месяце. Поэтому очень люблю эту картину, эту чёрную пантеру на фоне полнолуния, вышивала с огромной любовью. Да, были сложности, но я до сих пор нежно и трепетно люблю этот сюжет и рада, что она у меня есть. А вам хочу сегодня рассказать о том, в какие дни, в ноябре месяце 2020 года, лучше всего начинать вышивку на исполнение какого-то либо желания, на примету. Итак, поехали. Так, для тех, кто плохо воспринимает на слух информацию, я её оставлю всю в инфобоксе, вы сможете сделать скрин и пользоваться этой информацией в удобном для вас формате. Ну, а для тех, кто любит слушать, берите ручки, записывайте. Итак, 10 ноября 2020 года начнётся 25-й лунный день. Это убывающая луна, и этот день хорош для начала вышивки охранных оберегов на избавление от болезни. Начнётся он в 0 часов 15 минут и будет длиться до 11 ноября часу 43 минуты. То есть закончится в час 43 минуты 11 ноября. Время местное переводить не надо, то есть у каждого своё время. Как я уже не раз говорила, в Красноярске время красноярское, то есть кто живёт в Красноярске по своему времени меряете, кто в Москве по московскому. Но есть ещё один лунный день на убывающую луну, также хорош для создания оберегов. Но я ещё раз напоминаю, это славянские обереги со славянским символикой. Начнётся он 12 ноября в 3 часа 14 минут и будет длиться до 4 часов 46 минут 13 ноября. Время местное. 27 лунный день. Ну а далее нас будет радовать растущая луна и 3-й лунный день, который тоже хорош для создания славянских оберегов со славянской символикой вышивки. Итак, 3-й лунный день в 11 часов 1 минута 17 ноября. Будет длиться до 12 часов 13 минут 18 ноября. Далее 4-й лунный день. Он плавно продолжает 3-й лунный день и закончится 19-го ноября в 13 часов 6 минут. Время местное. Ну и самые сильные, самые хорошие, самые такие знаменательные дни для начала вышивки на примету это 7-й день, 10-й, 11-й и 14-й. Итак, 7-й лунный день 21 ноября 14 часов 6 минут. Будет длиться до 22 ноября 14 часов 24 минуты. 10-й лунный день начнется 14 часов 48 минут 24 ноября. Закончится 25 ноября в 14 часов 58 минут. И сразу же начинается 11-й лунный день, который закончится 26 ноября в 15 часов 8 минут. Время местное, напоминаю. Один из самых сильных дней, тот день, в который рекомендуют начинать вышивать макошь, это 14-й лунный день. Он начнется 28 ноября в 15 часов 31 минуты. И будет длиться до 29 ноября в 15 часов 47 минут. А дальше полнолуние. Но у нас еще есть благоприятные дни для начала вышивки от Елены Скофпинь, астролога. Она рекомендует использовать эти периоды для начала вышивки, серьезные, да, тоже на желание, на примету. А также она говорит о том, что если вы начнете в эти периоды вышивать свои любимые сюжеты или необходимые вам сюжеты, то вышивка будет идти хорошо, без каких-либо проблем, можно будет избежать долгостроя. Вы видите, я намеренно избегаю частицы «не». Итак, первый период. Прежде чем рассказать об этих днях, я хочу напомнить вам, что время я даю новосибирское. Нужно будет перевести на свое время. Итак, ноябрь. Первый период 17 ноября. 14 часов 55 минут. Заканчивается в 23 часа 34 минут. Второй период. 18 ноября. Начало в 13 часов 0,1 минуту. Завершение. 19 ноября. В 1 час 41 минута. В этот же день, 19 ноября, но в 23 часа 30 минут. Начало следующего благоприятного периода, который завершится 20 ноября, 20 ноября, в 3 часа 24 минуты. Следующий период 22 ноября, 12 часов 43 минуты. Продлится он до 24 ноября, 22 часа 4 минуты. И еще один благоприятный период начнется 28 ноября, в 23 часа 29 минут. А завершится 29 ноября, в 23 часа 16 минут. Удачной Вам вышивки, легких Вам крестиков. Пусть Ваши вышивальные приметы и желания зарабатывают только во благо. Мира Вам, здоровья и добра. С Вами была Оксана Дереза. Пока-пока.